Здравствуйте, друзья! Вы видите на моем экране маленький фрагмент инструкции по заполнению формы для участия в лотерее Green Card DV 2019. Это самое последнее, что будет сейчас происходить, начиная с 3 октября 2019 года и до 7 ноября 2019 года будет происходить подача заявок. И вот инструкция к этой заявке, и там позиция номер 12, где написано высший уровень образования, которого ты достиг на сегодняшний день. Это очень важно, на сегодняшний день. Не то, что вы достигнете к моменту розыгрыша лотереи, а то, что у вас есть прямо сейчас. И тут вот идут, вот видите, с 1 по 10, вот до докторской степени, от начальной школы до докторской степени. Я все это снес в файл, notepad файл. Вот они 10. Я просто подчистил для вас, чтобы вам было удобнее на это смотреть. И дальше мы сделаем такую манипуляцию. Мы пойдем и погуглим, что вообще известно о том, как надо правильно записывать уровень того образования, которое у вас есть. Вопросов безумное количество. Они все достаточно простые. Но однажды надо на простой вопрос получить хороший, четкий, грамотный ответ. Для этого мы отправляемся с вами на Google. Я для вас уже сделал поиск. Все, что я написал, это образование, лотерея, гринкарт, все. И первое, что вышло и должно выйти, это форум «Говорим про US». Я хочу сказать такую вещь. Если вы не являетесь постоянным пользователем форума «Говорим про US», и одновременно вы хотите выиграть в лотерею гринкарт, то вы совершаете очень и очень принципиальную ошибку. Исключительно важно быть на этом форуме, читать, делать поиск, смотреть и так далее, потому что там бездна важной, очень важной информации. Вот естественным образом форум «Говорим про US» выходит первым, и мы движемся на форум. Я уже открыл в окошечке, поэтому так. Я почему открыл? Потому что я хотел покрупнее сделать буковки. Вот, значит, так, давайте я здесь подвигаю. Ну вот, собственно, тема здесь, она начинается и так далее. Но я показываю ту часть сообщения, где просто расписано по всем десяти видам образования. Я хочу сказать, что по сравнению с прошлыми годами не изменилось. Вот эта десятка, которая тут была, и десятка, которую вот слева я в ноутпеде для вас поместил, я специально проверил, удостоверился, что в новой инструкции ровным счетом те же самые категории образования, что были раньше. Поэтому вот мы сюда идем. Я не то чтобы там вам собирался разъяснять, но во всяком случае тут все расписано. Вот у нас самая первая категория, по-английски это идет primary school only, начальная школа. Значит, они говорят, если вы отучились в школе больше четырех лет, но не получили полного среднего образования, то есть 11 классов не получили, но 4 года проучились, тогда вы пишете primary school only. Да, вот эти вот 4 года это начальная школа. Тут даже написано, что сюда в частности относятся случаи, и это очень массовые случаи, судя по вопросам, которые задают, когда заявка подается человеком на момент подачи заявки учащимся в 11 классе. У нас очень много людей сейчас вот в этой категории. Они спрашивают, но я же к моменту розыгрыша, я же уже буду иметь среднее образование. Они пишутся на текущий момент, поэтому если вы будете иметь среднее образование, законченное к моменту розыгрыша, это замечательно, вы можете участвовать, у вас не будет никаких проблем, но вы пишете, что это primary school only. Вот это то, что вы должны написать. Если вы доучились до конца средней школы, или полностью проучились в другом заведении, дающем среднее образование, но по каким-то причинам не получили аттестат, вы пишете high school, но у дегри. Это как бы американский эквивалент. Если вы закончили один из классов, имеете аттестат среднего образования, пишите high school, дегри. Если вы закончили профессиональный колледж, или техникум, или училище, где помимо профессии получили полное среднее образование, некоторые люди, я вот замечал, они задают вопрос, они учатся в техникуме или в колледже, и они не знают, получают ли они там среднее образование полное. Они просто не в курсе. Ну спросите, но вы же учитесь там, ну пойдите спросите, а вот я получил полное среднее образование по завершении этого всего. Вот, и значит, если это так, вы пишете vocational school, то есть vocational school подразумевает, что вы имеете полное среднее образование. Теперь, если вы учились или учитесь в УЗИ, учились или учитесь в УЗИ, и сдали там итоговый экзамен хотя бы по одному курсу, хотя бы по одному курсу сдали экзамен, но не закончили, вы пишите some university courses. То есть, чтобы сказать, что сам university courses, надо хотя бы один экзамен сдать. Если вы получили диплом бакалавра или инженера-специалиста, если есть диплом готовый, после 4-5 лет обучения, вы пишете university degree, выбираете из того списка. Если у вас есть диплом бакалавра, вы продолжаете учиться в магистратуре, и сдали хотя бы один экзамен, опять, надо сдать хотя бы один экзамен, вы говорите, some graduate level courses. Кое-что у нас есть в этом направлении. Вот тут диплом магистра или диплом инженера-специалиста, 5,5-5 лет обучения в УЗИ с высоким рейтингом. Вы говорите master's degree. Вот я лично, ну в отличие от того, кто вот написал эти слова, я лично не стал бы писать master's degree, потому что оценить ваш диплом как мастера может компетентная организация, которая имеет лицензию для этого и так далее, я бы, честно говоря, не стал. И вот насчет высокого рейтинга и так далее, то есть вы вступаете в такую область, где уже субъективные осуждения какие-то начинаются. Я не знаю, что такое высокие рейтинги, я не знаю, как к этому кто-то отнесется и так далее. Я бы не стал этого делать. Я бы сказал, что есть университет degree и все. Не заходя в эту сторону. Обучение в аспирантуре. Сдан кандидатский минимум хотя бы по одному предмету. У вас уже есть сам doctorate level courses. И если у человека уже кандидат или доктор наук, он пишет doctorate degree. Вот, собственно, путь к познанию того, что вам надо написать в этой позиции анкеты. И, соответственно, у вас есть целый форум. И там заданы практически все вопросы, которые могут вам в голову прийти, уже заданы. Друзья, уже заданы. Я, безусловно, призываю вас. Если вопросы есть, пожалуйста, вы можете задавать их в комментариях к этому видео. И, наверное, будет какой-то ответ. Но если вы по-серьезному хотите углубиться, у вас что-то такое действительно нетривиальное, изучайте форум. И, конечно, я бы на вашем месте, если вы еще не подписались на наш канал, я бы на вашем месте обязательно подписался. Потому что мы стараемся собирать до кучи и систематизировать, и представлять вашему вниманию полезную информацию не только о лотереи Green Card, но о разных других способах эмиграции, о жизни в США и так далее. Поэтому я считаю, что это было бы очень разумным ходом. А так, позвольте с вами распрощаться, и успехов вам в заполнении формы для участия в лотерею Green Card.